Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 6. Тема лекции. Организационная основа иноязычного образования. Типы образовательных программ. План лекции. 1. Изучить организационную основу иноязычного образования. 2. Рассмотреть особенности среднего образования в Казахстане. 3. Рассмотреть особенности высшего образования. 4. Послевузовское образование. 5. Закон об образовании. 6. Основы кредитной системы обучения. 7. Интернационализация образования. По характеру образовательных программ образование в Казахстане делится на общие и профессиональные образования. Различают следующие уровни образования. Дошкольное воспитание и обучение. Среднее образование. Высшее и послевузовское профессиональное образование. Среднее образование. Для наиболее полного развития потенциальных возможностей особо одаренных обучающихся разрабатываются специальные образовательные программы, которые реализуются в специализированных школах для одаренных детей. Начальное профессиональное образование в Казахстане приобретается за 2-3 года в профессиональных школах и профессиональных лицеях на базе основного и общего образования. Среднее профессиональное образование получают за 3-4 года в колледжах и училищах на базе основного общего образования на конкурсной основе. Высшее образование в Казахстане приобретается на основе среднего образования. Для поступления в ВУЗ выпускники школы сдают выпускные и вступительные экзамены в форме единого национального тестирования ЕНТ или комплексного тестирования для выпускников прошлых лет. Граждане Казахстана имеют право на присуждение на конкурсной основе международной стипендии Булашака для обучения за рубежом. По окончании ВУЗа выпускник получает степень бакалавра 4 года, специалиста 5 лет или магистра 6 лет. Второе высшее образование в Казахстане получают только на платной основе с ускоренным сроком обучения за 2-3 года. После вузовское образование Для приобретения послевузовского профессионального образования в Казахстане необходима степень специалиста или магистра. Подготовка научных кадров осуществляется в аспирантуре, ассистентуре, адъектуре, докторантуре. Граждане Казахстана имеют право на присуждение на конкурсной основе международной стипендии Булашак для обучения за рубежом. Срок обучения в аспирантуре, адъектуре превышает 3-4, ассистентуре 2-3 года в докторантуре 3 года. По закону об образовании в Казахстане гарантируется обучение бесплатного среднего и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе по государственным грантам бесплатного среднего профессионального высшего и послевузовского образования, если гражданин образования получает впервые. Кроме того, на конкурсной основе предоставляется государственный образовательный кредит. Конкурс проводится на основе баллов сертификатов, выданных по результатам ЕНТ или комплексного тестирования. Преимущественное право на получение гранта имеют обладатели знака Алтенбельга, а также призеры и победители международных и республиканских конкурсов, соревнований и олимпиад. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, пользуются правом на образование наравне с гражданами Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, международными договорами, а также по контрактам с организациями образования Казахстана. Основы кредитной системы обучения модернизации высшего образования Процесс интернационализации проявляется в разработке общих стратегий, принципов развития высшего образования. Подобные тенденции отчетливо проявляются в образовательной политике ЮНЕСКО, ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития Европейского Союза, ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ЮНЕСКО инициирует разработку рекомендаций по развитию процессов интернационализации по созданию нормативной основы международного сотрудничества в сфере высшего образования. Базой для этих процессов становится наличие универсальных норм академической свободы и демократии и приобретающие все больше нормативных значений для национальных образовательных систем Международной конвенции, Всемирной декларации, принимаемой ЮНЕСКО и Советом Европы. Постепенно вырабатываются общие правила игры в образовательных системах. Основополагающим документом, определяющим стратегию этого процесса, является Конвенция о признании квалификаций, относящейся к высшему образованию в Европейском регионе, которую ЮНЕСКО обнародовало в Лиссабоне в апреле 1997 года. Республика Казахстан подписала ее в числе первых 42 стран и ратифицировала в декабре 1997 года. Подписание Казахстана Лиссабонской конвенции, ратификация ее парламентом республики, соответствующий указ президента республики автоматически делают нашу страну участницей целого ряда международных проектов, программ и соглашений, таких как Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты 1953 года, Европейская конвенция об академическом признании университетской квалификации 1959 года, Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов университетского образования 1990 года. В 1999 году в Болонии 29 стран подписали декларацию, сопровождаемую перечнем конкретных действий, освоим участием в процессе создания единого образовательного пространства, согласно которого в Европе должна быть построена единая структура высшего образования, принята система сопоставимых степеней, соответствующих облегчению академического и профессионального признания курсов, степеней и обеспечиванию возможностей трудоустройства выпускников во всех европейских странах. Сегодня в Болонскому процессу присоединились более 40 стран. В 1999 году в Болонии подписали 29 стран декларацию, сопровождаемую перечнем конкретных действий, освоим участием в процессе создания единого образовательного пространства, согласно которой в Европе должна быть построена единая структура высшего образования, принята система сопоставимых степеней, соответствующая облегчению академического и профессионального признания. Эти мероприятия дают возможность для содействия европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования, разработке сопоставимых критериев и методологии оценки и содействия мобильности учащихся преподавателей-исследователей аппарата управления, введении совместных программ обучения и научных исследований, создании интегрированных учебных курсов и совершенствования учебных планов, обеспечении привлекательности и конкурентной способности европейского высшего образования и научных исследований. Внедрение системы кредитов по типу ECTS рассматривается в качестве средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности. Кредиты могут быть получены также и в рамках образования, не являющегося высшим, включая в обучение в течение всей жизни, если они признаются принимающими заинтересованными университетами и совместных заявлений Европейский министр образования по Лунии, зоной европейского высшего образования. Трансформация отечественной системы образования из репродуктивной, непрерывно развивающейся, открытую, вовлечения обучающихся в реализацию собственных образовательных и социокультурных интересов обуславливает необходимость изменения в отношении своей деятельности главных субъектов образовательной системы обучающихся и преподавателей. Это вполне вписывается в организацию образовательного процесса по кредитной системе обучения. Переход на кредитную систему обучения позволит адекватно оценивать уровни ступеней академической степени образовательной сферы Республики Казахстан, сделать их транспарентными, прозрачными, рекомендицируемыми, узнаваемыми и признаваемыми, что и является одним из главных условий вхождения в мировое образовательное пространство. Таким образом, вопросы для закрепления. Первый вопрос. Какова организационная основа органноязычного образования, типа образовательных программ, что включает среднее образование в Казахстане? Второй вопрос. Как приобретается начальное профессиональное образование? Третий. Как приобретается высшее образование в Казахстане? Четвертый. Что необходимо для приобретения после вузовского профессионального образования в Казахстане? Пятое. Кому в Казахстане гарантируется получение бесплатного среднего и начального профессионального образования? 6. Имеют ли право на получение образования иностранцы лица без гражданства? 7. Какую возможность дает Казахстану подписание Казахстаном Лиссабонской конвенции? 8. Что предполагает подписание Болонской декларации? 9. Какую возможность дает Казахстану внедрение системы кредитов по типу и сети литературы?